здравствуйте уважаемые дамы и господа я вас приветствую на сегодняшнем вебинаре посвященному эзотерике меня зовут андрей андреевич дуйко я руководитель и основатель эзотерической школы кайлас сегодня постараюсь ответить на те вопросы которые вы мне задали в моей группе дуйко кайлас и ртм я постараюсь сегодня провести вот такой блиц ответ или блиц ответы на эти вопросы и так очень быстро буду разговаривать чтобы как можно больше успеть хорошо потому что комментариев 152 и хотелось бы максимально ответить на любые вопросы и так светлана шавыкина нестеренко мне на ум две идеи пришли как сказывается на человеке воровство чужих идей почему нельзя хитрить и отвечает самый смертный грех очень много говорил об этом андрей андреевич все семь нужно заменить одним это хитрость и там кто-то отвечает согласно и так далее ну что я для себя наметил несколько вот таких по моему мнению грехов которые могут быть у человека объединенная одним словом хитрость на самом деле их может быть больше и мне бы хотелось несколько слов об этом сказать как бы в начале данного семинара и так истерика обвинения обида хитрость печаль ложь зависи амбициозность как с этим живут что это такое насколько это необходимо человеку и вот так себе наброски сделал прямо сегодня для сегодняшнего вебинара истерика это разбалованность чувств если человек истерит то рано или поздно у него появятся трудности или проблемы с финансами мужем и так далее я хочу напомнить слова которые свое время говорил о которых свое время говорил цой у него была песня он там пел будь осторожен следи за собой вот я хочу вам сказать что очень часто любые формы истерики это сильнейшие энергетические удары ненависти которые невероятным образом ломают судьбу человеку хотите чтобы у вас был болезнь ребенка болезнь животного болезнь мужа видите мужа на третье место поставил болезнь родных или там неприятности но обычно болезненные неприятности то обязательно начните истерить не сдерживая свои эмоции истеря при этом вы можете очень существенно разрушить судьбу здесь нужно сказать несколько слов правильные истерики неправильные истерики это все равно это энергетический взрыв души в этот момент происходят сумасшедшие просто завихрение в пространстве и всегда наказывают человека его всегда наказывают теми людьми которые рядом с ним находятся то есть если человек истерит даже там по поводу того что там неправильно забор там между там дочкой и мамой там кто угодно начинает истерить это всегда сказывается на всех кто живет под одной крышей в одной семье это неминуемо именно поэтому я истерику поставил на первое место уважаемые господа сдерживайте свои эмоции не допускайте себя к любым истериям истерии это всегда разрушение судьбы чем чаще чем больше истерии человек тем хуже он будет жить следующая ложь я об этом всегда говорю на своей первой ступени говорю о том что ложь приводит тому что появляются тупиковые ситуации которые нельзя решить никаким образом если ложь безобидная душевная то она приводит к физиологической депрессии ложь это очень часто даже навязано в эзотерике очень часто в эзотерике появляются люди которые говорят такие слова знаете а несколько слов об этом допустим аффирмации луизы хэй они утверждают что в случае если человек начинает себе произносить как бы в настоящем моменте слова я здорово у меня полностью вылечились ножки и так далее то фактически это является ложью то есть если есть в человеке заболевания то его и сознание подсознание понимает что она больно и когда этому человеку начинает говорить ты здоров или там человек говорит себе я абсолютно здоров я абсолютно здоров то это самообман это душевный обман обман души в эзотерике моей эзотерике я обычно говорю что любой обман даже безобидный даже трансерфинг реальностный когда человек говорит там все я выздоровел все я здоров все этом богат но это же ложь и вот такая ложь произнесенная вслух или даже подуманная ложь она рано или поздно приводит к тому что у человека появляется депрессии самые настоящие панические атаки депрессивные эпизоды тупики жизненные ни в коем случае этого не нужно делать ложь это может быть от аффирмации когда большой человек говорит я здоровья умен я уже богат делайте это и обязательно ждите вас обязательно неминуемо накроет депрессия вас обязательно появятся какие-либо там атаки нервные состояния обсессии компульсии панические атаки биполярные расстройства и так далее преодолеть депрессию необходимо начать быть собой правдивым человеком не нужно быть окружающим правдивым нужно быть собой правдивым и так одно из самых важных условий лучше горькая правда чем сладкая ложь поэтому используйте горькую правду не ты к этой правдой окружающим людям дело в том что эзотерика начинается с одного человека с вас и начинайте правду для себя внутреннего ищите правду в себе не ищите правду не будьте портцом за правду не будьте созидателем правды ваша правда может отличаться от правды окружающего мира именно поэтому правдивыми будьте с собой не нужно стесняться там своих семей своих поступков там чего-либо один мужчина мне написал вот недавно андрей андрич я боюсь жене сообщить о том что у меня есть ребенок на стороне я боюсь что если я жене скажу то обязательно она мне бросит вот что нужно сделать этом мужчине мужчина это человек у которого есть половые органы и эти половые органы они дал они должны придавать человеку силу не напрасно говорят что эти органы у человека железные именно поэтому мужчина как настоящий как настоящий представитель этого железного класса одним из элементов абсолютной мужественности обычно представляет правдивость как конек своей жизни именно поэтому когда он правдив то он не скрывает о том что у него есть где-то ребенок случае если женщина не может принять мужчину и не может понять что у него есть на стороне ребенок и он должен за этим ребенком об этом ребенке заботиться то такая женщина не нужно такого мужчине она смело может уходить я могу посоветовать этому мужчине в случае если она уйдет не бежать за ней а брать на себя ответственность за всех своих детей помогать своим детям по мере возможности которые есть у человека мужчина должен быть честным но дальше обвинения когда человек обвиняет другого человека то это обязательно приводит того человека которого обвиняют сначала к страху страх обычно приводит к лжи и здесь сразу же или к насильственному проявлению каких-либо там на зло напьюсь на зло это сделаю ли на зло поэтому я хочу вам сказать или открыть тайну люди запомните никогда не обвиняйте людей дело в том что за счет обвинения воспитания произойти не может именно поэтому не насмехайтесь над людьми не обвиняйте нельзя говорить там вот ты поешь значит будешь играть там где-то нельзя говорить своему ребенку слова что ты допустим там вот снова ты вот это сделал вот снова ты так поступил или вновь так поступил не делайте дело в том что такие обвинения приведут к тому что ребенок будет врать а вы будете потом говорить почему он врет потому что вы обвиняете поставьте тире жирное напишите я обвиняю тире значит он врет и потом не говорите этому ребенку зачем ты врешь по пустякам потому что вы по постякам обвиняете перестаньте обвинять обвинения не могут привести к осознанию так не бывает не обвиняйте не мужей не детей никого запомните это и знайте обвинения это качество жизни которое рано или поздно приводит человека к разрушению к разрушению потому что ребенка обвиняйте будет алкоголиком мужа обвиняйте будет врать не обвинять обвинение это плохо дальше хитрость есть допустим очередь это очередь среди людей которые стоят вот я человек раздающий еду и передо мной стоят мои знакомые все люди я их очень люблю и в этой очереди она начинаю раздавать им еду допустим из большой наверное кастрюли я насыпая половником им еду по тарелкам и один человек бессовестный он имеет такие же права как у всех но дело в том что он считает себя хитрее всех остальных и без очереди проталкивается отжимают всех остальных плечами и так далее вот я ему один раз дам 2 раз дам а третий раз не захочу и скажу иди становись самый конец очереди и здесь я хочу сказать вот о чем любая хитрость очень часто самые нелепые неприятности самое нелепое невезение особенно невезение поломка автомобиля подвернули ногу поломали ногу там не подписали вам документы хотя всем подписали вот невезение любое абсолютно мелкое невезение есть следствие проявления хитрости человека любое невезение ставки тире и пишите хитрость безхитростный человек везучий человек один из элементов уничтожения человеческого везения уничтожение человеческой фортуны это хитрость очень часто именно хитрым людям меньше везет чем людям в общем-то бесхитростным помните обывание дураки историю он был бесхитростным но ему везло а люди хитрые они обычно делают для себя плохую службу им может быть схитрить по-крупному потом не везет тысячу раз по мелкому и потом если это между собой сложить то то где они могли бы заработать или еще что приобрести вот за счет этого уничтожается то есть у человека как жизнь остановится вот не везет ему и все поэтому если я допустим где-то бывают то я становлюсь самый конец очереди и в случае если я достоял захожу и второй раз если прихожу и там нужно стать с самого конца я обязательно становлюсь почему несмотря на все приоритеты несмотря там на все что может быть у меня я все равно становлюсь в конец очереди я понимаю что это идет в разрез понятию который называется хуцпа тем не менее хотел бы сказать что как человек занимающийся эзотерикой хитрость ставлю как один из элементов тотального приведения человека к состоянию постоянного невезения мои в моей жизни и детей которые связаны со мной по крови то есть если я хочу быть счастливым человеком хочу чтобы моим детям везло замужеством с работой там еще чем-то мне нужно прекратить хитрить иногда хитрят люди так там насыпал кому-то в тарелочку себе больше или там с кем-то рассчитался и схитрил дело в том что это рано или поздно привезет приведет к тому что будут невезения и потом человек такой говорит да не могу устроиться на работу все покупая обычно все дороже ну вот что ж такое мне не везет не хитрите вести не будет вернее начинайте хитрить будет невезение дальше печаль печаль это фактическое оскорбление жизни а жизнь дает человеку бог именно поэтому когда человек печалится своей жизни он оскорбляет то что ему дает бог его жизнь именно поэтому когда человек считает что печалится своей жизни он фактически оскорбляет свою жизнь он фактически считает жизнь гадостью и у него эту жизнь забывают забирают всегда помните что самые тяжелые заболевания являются следствием печали душевной именно поэтому я всегда говорю господи убереги людей от печали не печальтесь просто так правы и виноваты люди это не имеет значения именно поэтому печаль всегда становится смертельным заболеванием обида печаль ставки тире напишите онкозаболевания печаль смотрите обида это онкозаболевания печаль это аутоиммунные заболевания вы печалить из жизни удалось и так далее ставите тире пишите аутоиммунные заболевания проблемы иммунитета и дальше тяжелая судьба с артритами ревматизмом и прочим есть и так а если без причин беспричинная печаль у цоя там была песня так откуда взялась печаль так вот беспричинная печаль лечится чем беспричинной радостью поэтому случае если у вас возникает беспричинная прича печаль включаете музыку и как пословица если в жизни очень плохо делай попой о по опа и начинайте скакать прыгать радоваться тем более сейчас весна весной не нужно печалиться нужно радоваться это время когда нужно найти противовес любым огорчая огорчением и печалям внезапно появляющимся противовес внезапную радость внезапное счастье и так далее вот так где-то зависть зависть это деструктивный элемент который забирает у человека возможность иметь то чему он завидует допустим женщина говорит ой какой мужчина и после этого она становится в самый конец очереди когда мужчин будут раздавать она будет в конце находиться сначала хороших отдадут потом богатых потом красивых и потом милиционеров и по получается а потом уже всех остальных то есть появятся или получится получить мужчину не самого лучшего или человек приходит ой какая квартира на душе печаль на душе зависть после этого такой квартиры не будет а будет общежитие или халупа какая-нибудь с крышей место вернее с кастрюли вместо крыши чтобы такого не было существует нашей школе слова скоро поэтому когда у вас появляется ощущение зависти говорить ничего страшного скоро будет у меня такой мужчина такая машина такая квартира и так далее помните слово скоро убирает вот любую такую зависть 3 4 до 2 3 научитесь получить это было теперь несколько слов об обучении получать информацию если человек собирается получать информацию у многих людей есть вирус этот вирус называется не до получения информации обратите внимание на себя в случае если вы спрашиваете что-то у кого-то и перебиваете этого человека если вы считаете что вы или используйте слова я знаю я умею я могу знаете в вас находится вирус который называется вирусом ограничивающий вас от получения информации вы должны знать что данный вирус приведет вас к тому что вас никогда не появятся ясновидение яснознание вы не будете обретать паранормальные способности не будете их иметь также у вас будет плохая память и так далее человек живущий по принципу я получаю информацию я снимаю информацию человек живущий по этим принципам должен искоренять из себя возможности произносить я знаю я умею и так далее когда вы спрашиваете какого-нибудь человека чтобы он что-либо вам сказал и этот человек начинает говорить слушайте и внимайте а после этого уже задавайте вопросы у людей у которых есть информационный кризис они обычно делают так скажите как строить дом ну нужно кирпич положить на кирпич и горит но цемента если нету цемента то что делать ну так тебе до цемента сейчас договорят то есть ты хочешь получать информацию и начинать ее получать с геометрии или последовательно изучая математику то есть информацию необходимо получать и последовательно сначала цифры а потом уже геометрию и так далее человек считает что он уже все знает и он должен получать информацию исключительно начиная это с геометрии учитесь слышать учитесь слушать учитесь запоминать не при не используйте слова я знаю я умею и так далее у меня когда-то был ученик его звали игорь этот ученик игорь это не мочеренка это был такой оленик который сейчас организовал сам эзотеристскую школу до этого был просто учеником школы потом пришел ко мне и говорит андрей андреевич я хочу вести сам эзотеристскую школу я говорю ну а вот это он бы то это знаю но вот это это знаю я говорю ты знаешь ты не готов ты совершенно не готов ввести эзотеристскую школу а почему дело в том что ты очень много знаешь а когда человек очень много знает то он не сможет получать информацию он не сможет снимать информацию с человека анализировать информацию которую дает бог анализировать информацию внешнего нг энергоинформационного пространства это будут прописаны истины то есть максимально это книжечки там и так далее а информацию получать вот как может получать и ее адепт неоткуда вот такую информацию конечно получить такой человек не сможет а это очень важно для учителя потому что он должен снимать информацию чем люди болеют как происходит его влияние и так далее и тому подобное для того чтобы это происходило он должен искоренять из себя этот энерго-вирус я ему тогда сказала у тебя вирус тебе необходимо еще над собой работать искоренять эгоизм искоренять возможность пока мы разговариваем сто раз перебивал ну и я ему тогда сказал нет к сожалению ты не сможешь вести школу потому что сожалению ты не готов к этому он очень очень обиделся попросил чтобы я его из школы удалил и после чего начал заниматься сам преподаванием тех же кодов и тех же мантр которые и тех же техник которые даю своей школе но он ошибается дело в том что дело в том что это такая особенность дело в том что людям нравятся оригиналы людям нравится неповторимость и людям нравится оригинальность человека именно поэтому кто бы не перепевал когда-либо высоцкого это все равно было плохо там какие бы певцы не перепевали там кого-либо это все равно было плохо и это было не популярно высоцкий один есенин один там и так далее и мы любим людей не за то что они перепевают а за то что они делают что-то особенно индивидуально ни на что не похожи именно поэтому как бы не было повторения красиво в слогах того человека который перри поет это это все равно не оригинал и все равно некрасиво что будет если забирать чужие идеи всегда помните в энергоинформационном пространстве всегда есть огромное количество идей и в случае если у вас правильно стали шарики и ролики то вы можете получить или осознать или придумать какую-либо идею в целом она не ваша люди сами не придумывают идею они ее черпают из энергоинформационного пространства об этом я рассказываю на 4 на 6 но и буду рассказывать на 7 обновленной ступени и вот это энергоинформационное пространство это все что было есть и будет на планете земля в человеческом мире все что было есть и будет придуманного это все находится в энергоинформационном пространстве и как-то ролики и шарики у человека становятся кубик-рубик правильном на одну сторону складывается и человек осеняет или озаряет какой-либо идеи такая идея по идее появилась ниоткуда и она начинает при нажать человеку и после этого такой человек и здесь вот что человека делится такой идеи с кем-то если он делится идеи с кем-то то тогда эта идея им снятая как информация уже ему не принадлежит именно поэтому если идея ваша то никому не озвучивайте потому что идея ваша за которую вы не платили никому деньги озвученная вслух является идеей того человека которому вы рассказали и в случае если вы кому-либо рассказали знаете это человек имеет столько же прав на реализацию этой идеи как и вы поэтому как там цой пел будь осторожен держи рок рот они рок держи язык за зубами это очень важное условие нашей жизни но в случае если вы кому-то расскажите свою идею и и забрали то это уже не ваша идея даром пришло даром ушло случае если вы повторяете за кем-то точно что-то то у вас ничего не выйдет и это не выйдет связано вот с чем так как это создано было душой того человека и проиграна была душой человек вот у меня была знакомая две тети в беларуси одна женщина занималась торговлей там детского белья а другая на нее работала это которая занималась торговли детского белья она очень хорошо себя чувствовал купила квартиру себе купила квартиру своим детям после чего постоянно ездила отдыхать вышла замуж а вторая которая на нее работала ее подруга она не могла купить после работала на заработной плате у нее ничего не получалось и она решила отделиться но взяла всех поставщиков этой женщины договорилась с ними стала в лучшем месте на базаре и начала торговать и потом говорит у меня товар лучше у меня все лучше и ко мне люди хорошо относятся но идут туда почему так здесь все связано вот с чем то искала товар по ее душе и она это все развивала через принцип души а это повторила а это уже не от души именно поэтому просто сухое повторение никогда не увенчается успехом сейчас кто бы также не подстригся как мангерштерн кто бы не начал петь как мангерштерн я пью кокос и сухой вино и это все малет и так далее лишь лечу на самолет но это так смеюсь то есть кто бы вот я сейчас сделал бы себе прическу пальмочкой цифры на лице начал бы работать над своим образом и начал бы повторять точь-точь как господин там мангерштерн или там какой-либо певец и также пел возможно бы тебе перепел и возможно бы лучше хотя я нет то все равно даже если визуально это было бы также то к нему бы шли на его концерты ходили она мои нет почему а меня бы заплевали почему по душе людям не нравится повторения все люди презирают повторения а если бы сейчас какой-нибудь кореянец сделал такую прическу сделал это и сделал это там то это было бы на корейском языке но полная копия там клипов и так далее и этого бы не видели в корее то это бы получилось почему это было бы хоть и повторения но в другом социуме если вы повторяете в одном и том же социуме знайте это будет плохо а если это повторение вот допустим финские песни пела алла пугачёва там допустим финские песни пел кобзона алла пугачёва то есть советское время это было популярно болгарские финские там петь или перепевать там допустим мне мама честно говорила перепел свое время филипп киркоров хотя эта песня знаменитая песня израилетян и и поют на территории израиля уже там не знаю 200 веков то есть это песни которые перепеты в другом социуме так можно а если все об узнают и и на слуху слышат и мы перепоем сейчас я ее перепоют а на никого никто не поймет из каждую косвихнулся зачем она бы поет на русском языке то есть если это очень популярно то да если популярно только в одном социуме тогда можно ну вот где-то так а если вы в одном социуме то на базаре это взяла и одежду начала продавать ничего не получится это ошибка это глупость так не бывает как недопустимо как не допустить зло и не совершать плохих поступков будьте добрее не обижайтесь надолго не мстите не критикуйте как можно чаще забывайте то что кто-то сделал сделали неправильно сказали неправильно поступили неправильно там что-то делаете всегда помните существует слово которое важное в нашей эзотерийской школе это слово спасения это слово спасения которое дает нам прекрасную судьбу когда человек что-то делает это его проблемы там неправильно готовит неправильно думает неправильно воспринимает не про совершает ошибки ты его жизнь дайте ему право совершать ошибки дайте право каждому человеку быть не идеальным человеком для себя не огорчайтесь обычно говорите это неважно для меня то есть там правильно чек не по неправильно поступает там есть не ест поет не поет пьет не пьет делает не делает ретель мне не важно занимайте позицию адвайты я как эзотерик вам хочу сказать я даю гарантию что в случае если вы занимаете позицию адвайты то обязательно у этого человека произойдут изменения если вы его воспитываете если вы его воспитываете эмоциями если вы его воспитываете огорчаясь если вы его воспитываете чем-либо знайте ничего не произойдет никогда именно поэтому говорите мне не важно там кто-то там как-то делает занимайте позицию неважно я говорю это серьезно не лезьте в жизнь людям и детям помогайте если хотите физически помогайте материально помогайте там но не лезьте не лезьте в физическую жизнь не изменяйте этим детям судьбу чем больше у человека 2 и ты тем он спокойнее чем больше у человека доброты сердечной тем лучше для его жизни тем лучше у него будет судьба и тем лучше его будет везение о как широк ответил оксана и фанова как помочь детям избавиться от зависимости вредных привычек и как родители правильно должны вести себя по отношению к своим детям в таком случае чтобы низу не усугубить ситуацию не обвиняйте их в этом делайте практику вымаливания складывайте ручки и говорите пусть все двери откроется пусть человек отпадет и там пусть человек забудет пусть у него не плавно говорите в тот день когда он это не делайте надо же какой ты молодец я так горжусь мы вместе это победим вот таким образом они вот снова ты напился снова ты куришь сколько это может продолжаться да как же ты заколебал знайте теперь должна быть либо агрессия либо вранье человек начнет говорит нет я не курю нет я не пью будет пить и курить на зло не делайте этого никогда андрей андреевич спрашивает ольга руда также есть практики они есть моих ступенях там есть семинары порчи сглаза бритом от зла там есть коды эзотерические практики там в моих ступенях я рассказываю как там сжечь проблему на свече и так далее это все есть в семинаре который называется по-моему ритуальная магия рассказываю о том какие существуют магические обычаи или обряды которые могут помочь человеку помочь избавить кого-либо от алкоголизма но в общем где-то так татьяна щеглова добрый день андрей андреевич отношения между родителями и детьми очень хороший есть семинар он называется отцы и дети или воспитание детей там я даю огромное количество эзотерических аспектов что происходит между родными и детьми что происходит между отцами и детьми и так далее могу сказать по поводу конфликтов которые возникают тема это широкая ну конечно ей нужно посвящать целый вот такой вебинар когда допустим почему бабушки лучше относятся к внукам дело в том что это связано с элементами эволюционирования семьи то есть когда допустим мама родила своего ребенка то у нее есть уже заложены и и внутренний стержень и и эмоциональности заложенный внутренний стержень и и пороков и заложенный внутренний стержень и и минусов которые она воспринимает для себя как негативные качества ее души или ее воспитание то есть если человек допустим говорит если человека воспитали так что он агрессивный материться то он хочет воспитать в ребенке возможно чтобы он хорошо разговаривал не матерился и был очень интеллигентным человеком потом в дальнейшем когда этот ребенок вырос то он вырос позиции недостатков такого такой мамы но выросла такая дочка или сын с позиции достоинств то есть те недостатки которые были у человека они проявились в виде достоинств у отца или вернее у сына или дочки теперь посмотрим этих двух людей а одного человека недостатки остались другой человек вырос без этих недостатков они друг друга будут бесить потому что недостатки одного стали достоинством другого после чего этот человек начинает беситься и очень часто не бесятся друг на друга потом те достоинства которые есть у человека при осознании этих достоинств человек начинает воспринимать их недостатками и начинает воспитывать своих детей уже по принципу достоинства это недостатки и потом рассматриваем три поколения бабушку которая воспитала достоинства свои передала в виде недостатков и недостатки в виде достоинства и наоборот и посмотрим теперь бабушка и внучка они будут с полностью одинаковыми или совпадающими некоторыми элементами недостатков или элементами достоинств которые будут противоположности у родителей именно поэтому бабушки с внуками это хорошо а родители с детьми это не особо так через поколение все уживаются а вот с прабабушкой правнук будет уживаться плохо александр посельский пишет мне невероятно и очевидно и я могу сказать вам что такое невероятно и очевидно это наши политики которые говорят что они спасители при этом всем становится хуже и хуже то есть каждый год тот руководитель страны говорит что мы сделаем лучше но делается хуже то есть человек говорит я у власти 20 лет и мы сделаем лучше потому что когда я начинал было совсем плохо и ему не веришь то есть это очевидное невероятное то есть они нам в уши говорят что было хорошо и сейчас еще заметно лучше и вообще заметно хорошо но как-то все не ощущают знаете а всем заметно хуже то есть это очевидно и что всем плохо но невероятно и что нам говорят вы ошибаетесь о это знаете такая особенность когда говорят человеку те говорит я кушать хочу ему говорят нет потерпи еще денег нет кушать тебе не нужно а ведь у нас много проблем мы тех кормим и тех так меня накормите нет есть приоритеты ты подождешь и так большинстве своем а приоритеты они в обмане то есть это ложь и это и есть очевидно и невероятное самое страшное очевидно и невероятное это политики наших постсоветских стран и политика наших постсоветских стран она очевидно и невероятно и однажды вы сказали что хитрый самый большой порог на земле сказал и уже подтвердил как бы сказал об этой теме несколько слов добрый день как противостоять злу прохожу санга 66 что еще необходимо чтобы вернуться к нормальной жизни выберите для себя семинар который называется противостояние злу или исчезновение ли борьба со злом он у меня есть в платных семинарах и купите его и используйте вообще мой совет проходите ступени сейчас первая ступень выложена бесплатно на моем сайте обновлен здравствуйте андрей андреевич интересно все ваши темы про добро и зло как не допустить добрых поступков которые могут привести к злу и может быть наоборот про нахождение радости вокруг себя про навязчивая добро к окружающим спасибо вам учитель вы нам уже много раз повторяли все эти темы про то как быть счастливым есть непрекращающиеся реальные положительные результаты я хочу вам сказать пути господни неисповедимы не нужно специально искать что-то что не сказать искать что-то что нужно сказать живите жизнь для человека является самым важным аспектом то от чего душа страдает тут смотрите человек вам что-то сказал неправильно и вы страдаете смотрите как нужно жить нужно жить так чтобы наша душа которая находится здесь она не страдал смотри вы обижаетесь вам кажется что вы удовольствие получаете на самом деле это элемент страдания извращенного хорошо вам там это хорошо а если плохо то это плохо вы страдаете вы обижаетесь хотите чтобы страдал другой человек это деструктивные силы поэтому не обращайте на это внимание говорите я не причем то есть человек тупой или человек говорит гадости это его проблема вы не причем это его проблема вот у меня бывают такие ситуации когда я себе говорю да я не причем почему дело в том что они рано или поздно приводят таким образом обязательно к правильному знаменателю это моя жизнь показала сотни тысяч раз я всегда говорю если ты такой умный тогда почему такой бедный если ты такой умный тогда почему такой несчастный если ты такой умный то тогда почему такой больной то есть это такая особенность знаете особенность правильных высказываний правильных понятий заключается в том что человек который занимается правильно эзотерики он и богат и умен и здоров и счастлив и так далее и жизнь расставляет все на свои места просто жить просто жить просто ставить добро и доброту на первое место просто ставить возможности и желание это делать на на второе место просто ставить возможности обучать себя на третье место и обучаться они просто там вечно смотреть семинары и слушать какую-нибудь чепуху вот так это все устроено она цинту здрасте андрей андреевич хотела узнать какие практики можно сделать беременной женщины с радостью все кроме дыхательных я с радостью прослушала ваши советы почти два года назад слушала некоторые вебинары вы рассказали как что можно делать для беременности прошла успешно ребенок красивый здоровый родился поискала в архиве никак не могу найти эту тему эта тема называлась у нас тема называлась у нас очарование партнера первая и вторая часть купите себе этот семинар там все есть о том как выносить ребенка и так далее могу сказать чтобы ребенок был красивым можно приобрести картиночку очень красивого ребенка особенно советую маленького кришну допустим там очень красивая картинка ребенка не возжигать рядом с такой картиночкой палочку ароматическую и читать мантру смотрите если вы хотите чтобы родился ребенок богатым то тогда вас сжигать палочку ганы рядом с ганеши если хотите чтобы девочкой знаете что девочки хотите чтобы везучий богатый лакшми а если хотите чтобы ребенок имел очень красивый внешний вид и очень нравился людям то обязательно кришну мантра лакшми он шри кали мантра лакшми какой-нибудь там он хрим шрим намах мантра ганеши мгам ганапатайена маха мантра кришне кришна кришна хари хари рама рама хари хари и читайте там какое-то количество раз мантру также можно положить картинку кришны лакшми и ганеши под подушку себе где вы спите тогда ребенок родится и красивым и богатым и успешным еще и таким быстрым проворным веселым добрый день нам интересны ваши семинары на любые темы но есть сейчас выбирает то поддерживаю родители и дети как вырасти счастливых ну ксори уже начал не стойки мы очень интересно ваше мнение об искусственном оплодотворении суррогат на материнстве что вы можете сказать по двум сторонам медали особенно о тех кто за деньги продают рожают другим семьям детей разве это не грех если создатель не дает детей возможно на это есть тоже причины я хочу сказать здесь о том что если создатель создает тех людей которые создают суррогатное материнство то уже это значит не грех но здесь есть одна особенность она по моему мнению этически упадническая но она звучит так предательство я считаю что предательство это очень неплохо для человека знаете самое большое предательство на земле которое может быть это предательство которое мгновенно опускает человека до уровня животного это предательство своего собственного ребенка то есть когда женщина вынашивает ребенка даже если он чужой если этот ребенок там от родителя чужого там какой угодно ребенок и выносила женщина и он лежал под ее сердцем то как можно это все продать то есть продав такого ребенка человек фактически опускает себя до уровня животного я считаю что это предательство она неэтично и его наверное это предательство я осуждаю таких женщин и считаю что быть предателем для ребенка которого ты выносила сама в себе считаю это очень неэтично очень низко и очень гадко и конечно же это предательство она ложится на плечи того человека который выносил потому что потом с этим предательством придется жить всю свою сознательную жизнь забыть это невозможно это потерять кусочек сердца променять его за деньги это знаете как это как проституция допустим там самое дорогое допустим это это оказать обратное чувство и показать человеку что это чувство честное знаете придать это чувство за деньги это конечно же не очень приятно но нам обычно сейчас говорят о том что в этом ничего страшного нет это помощь это всего лишь там чужой плод который выносили и так далее не нужно подменять это на самом деле это плохо человек который это делает опускается до уровня животного мира и в дальнейшем опускает свои психические душевные элементы до определенного уровня и конечно же не сможет потом быть всегда высокодуховным человеком или быть человеком таким радостным все время будут какие-то кошечки на душе собачки барашки лисички алкоголизм и там плохая в общем-то судьба потом к старости появляются депрессии ни с чем не связаны и так далее я в свое время имел знакомых женщин которые отдали детей своих детдом и эти женщины все в один голос заявляли страдаю депрессия не пойму печаль и так далее это все связано с тем что предали предательство это плохое чувство меня был знакомый он предал всех он политиком был он предал друзей предал знакомых предал там многократно разных женщин и его жизнь она связана с предательством достаточно богатый человек очень несчастливый всех тираний там вокруг себя его предательство это естественный выбор его и она имеет для него значение потому что он предал ради чего-то я могу сказать что абсолютно любое зло которое делает человек она всегда имеет добрые корни как сказал свое время достоевский в книге в книге идиот там где две мышки все не могли поделить две вернее кошки все не могли никак поделить князя мышкина и там в этой книге есть такие такая фраза там говорится о том что в глубине любого альтруизма находится обязательно жажда наживы то есть противоположное какое-то качество то есть также и здесь обязательно есть противоположное качество и она не позитивная ладно чуть чуть дальше надежда корбут андрей андреевич подскажите прошла семинар делу снг шумы ситуация не решается что делать в таком случае как не впасть вообще в отчаяние смотрите в случае ситуация не решается допустим с проблемой какой-либо то тогда есть метод берете свечу сжигаете ситуацию на свече это один из самых мощных таких методов внимательно изучайте ступень она выложена бесплатно в случае если ситуация не решается это связано с деньгами я хочу сказать на сегодняшний день для того чтобы зарабатывать деньги необходимо себя перестраивать необходимо себя перестраивать потому что большинстве своем сейчас все продается как ни странно через интернет очень удивляет люди которые пишут мне сообщения андрей андреевич у меня есть магазин интернет я бы хотела чтобы на нем люди покупали товар ну и сразу же человек говорит вот у меня уже есть сайт и вот его сделали и вот он у меня уже есть почему туда никто не заходит дело в том что каждый день на территории российской федерации делается один миллиард сайтов их обязательно делают обычные люди и люди выкладывая это в интернет они надеются что кто-то этот сайт найдет и будут там покупать а там есть много особенностей смотрите это релевантность поисковых запросов по определенным релевантным словам вы знаете что это такое нет вам надо обучаться второе поиск писать статьи нужно обязательно этот сайт его пиарить каким-то образом в идиоматичных facebook страницах группах куда должны вы собирать люди то есть выбрать для себя воронку а сайт это уже элемент приземления то есть воронка может быть там где есть сборище людей трафик то есть вы там в инстаграме пишите статьи вы допустим продаете розы вы пишите каждый день какие бывают розы какие они могут быть уникальные как их можно купить в новосибирске там о том как из них можно делать букеты какие бывают букета о том что можно сделать букет и заказать его у вас после этого человеку там человек ищет а где заказать ему отвечаете а заказать можно это на моем сайте или вот сайт о розах и так далее то есть это вот где-то так работает и нужно быть в этом всем специалистом они только иметь возможность заплатить деньги и сделать сайт он невидимый это то же самое что нарисовать на бумажке какую-либо картину и после этого поставить ее дома и говорить почему никто не видит никто не видеть потому что нужно как-то кому-то показывать а как показывать это знание так вот для того чтобы продавать в интернете человек должен обучаться и здесь я обычно говорю у вас есть свободное время до обучаетесь чему продажу в интернете человек говорит я не знаю как продавать в интернете обучаетесь слава богу вся информация выложена бесплатно это много методов это создание блога в ю тубе где нужно делать но здесь есть особенность такая youtube Ютуб делает человека релевантным, когда у человека есть очень много видео, то есть это видео нужно делать каждый день, то есть у вас должно быть там 2-3-4-5 видео в неделю, тогда через 2-3 месяца начнет индексировать канал. Обычно люди делают так, человек решил выпускать видео на своем канале, выпустил 5, никто их не смотрит, оставил на 3 года, потом говорит, да ютуб это чепуха. Нет, ютуб любит настойчивых, а тех, кто там снял, выложил и думает, что там будет миллион просмотров, таких он не любит. В ютубе тоже необходимо ставить теги, поисковые запросы, это все где-то необходимо находить, ну и так далее, это все работа. Один человек мне говорит, Андрей Андреевич, как же эзотерически продвигать, если это картина дома, ее даже эзотерически делать необходимой можно, но пока вы не выйдете на улицу и не покажете ее, она никому не нужна будет, поэтому как бы вы на нее не читали, есть тысячи покупателей, которые увидят и купят, но ее никто не видит. А вот как ее показать кому-то, этому необходимо обучаться. Можно ли эзотерически повлиять на родителей, чтобы жили мирно? Мама ежедневно упрекает отца в том, чтобы давно прошло, вспоминает ему ошибки, сделать на им молодость. Люблю родителей, они старенькие, как успокоят маму, не знаю, жену не с ними. Хочу, чтобы жили вместе. Читайте мантру для них, Омкатеви, Катероса, Гросамани, Соха. Представляйте в их квартире, сделайте выжигание, сделайте вымаливание, выпрашивание, как я говорил в первой обновленной ступени. Не читайте для них мантры, чтобы не было эгоизма, Оммани, Падмахум, для того, чтобы любили друг друга, можно читать мантру Тары, Омтары, Ту Тары, Туры Соха. Или мантру, там, сложной Тары. Я такую мантру даю на обновленных ступенях, по-моему. Я предлагаю осветить тему обучения в школе. Как начать обучение, как лучше и правильно выполнять практики, какая последовательность, что включает практики утром, а что вечером, как выбрать для себя практики и какие. Какие практики обязательно для учеников школы, как и сколько практиковать с НГЭ, как понять, когда закончится одну практику и начать выполнять другую. Тема обширное обучение в школе. Правильно. Дело в том, что для того, чтобы понять, чему обучаться в школе, необходимо понять, что же мы получим после того, когда мы будем обучаться в школе. Итак, первое. Когда обычный человек в своей жизни начинает чего-то хотеть, то у него ничего не получается. Когда обычный человек говорит, я тебя накажу и пробует наказать кого-то, то никого не наказывается. Когда обычный человек складывает руки и начинает молиться Богу, то обычно Бог не слышит, а делает все наоборот. Так просит здоровья, здоровья не прибавляется. Так просит там денег, деньги не прибавляются. И многие люди, они живут по принципу маркетанской лодки. она куда-то плывет и никуда не приплывает чему я обучаю в школе на первой ступени я обучаю тому что есть некая коммуникация между человеком и богом эта коммуникация заключается в определенных правилах они называются за туристские правила то есть там я объясняю человеку что там подобное притягивает подобное если страдаешь у тебя это забирают живи по принципу получает жизни радость и так далее то есть первые элементы философии так человек понимает как коммуницировать с высшими силами на второй ступени я говорю очень много о том что существует некий характер ли существует некая спица фуриока для того чтобы раскрутить вокруг себя свое желание или раскрутить вокруг себя энергетику нужно обязательно иметь об обо что опираться вот смотрите колесо с покрышкой свободом и со спицами разве может существовать если нет центра для того чтобы куда-то идти необходимо чтобы было начало и для того чтобы куда-то прийти необходимо чтобы был конец именно поэтому олимпийские игры возможно если есть старт и финиш а наша жизнь она тоже должна иметь старт и финиш а энергетическое существо но тоже работает по определенным принципам и для того чтобы человек на пути а наша школа приводит обычного человека к тому чтобы после окончания школы он включил у себя особенность которая называется фортуна и необычайно и энергетическое могущество чтобы влиять на человека на расстоянии чтобы мог полечить человека чтобы влиять на расстояние чтобы кому-то помогло там выздороветь чтобы человека судьба улучшить чтобы повлиять на себя или на окружающий мир чтобы там бросили курить пить чтобы там что-то произошло и так далее обычные люди обычно только думают что они это умеют делать да ничего у них не получается это обман все не там внушение и так далее а магии как я никто не преподает почему и они сейчас обидятся все не скажут да дуйку обману и да есть маги это препод нифига все это обман потому что магии есть свои условия и эти условия они те которые я преподаю в школе человек в энергетический кокон круглый да и для того чтобы его раскрутить человеку необходимо обязательно центрирование это это центрирование энергетической я объясняю что это такое объясняю это центр спица фуриока объясняю почему и как она работает объясняю как запустить так чтобы это все в спице и даю методы которые дают человеку возможность заставить эту разную энергию проявиться в этих энергетических кокона в этом энергетическом коконе в этой спице ну грубо чтобы подключить к этому человеку особенности когда человек может как-то начать хоть по чуть-чуть влиять далее у человека должно быть хорошее здоровье и в человеке есть определенные элементы первый элемент называется энергия ци я объясняю на второй ступени как построить котел ци для того чтобы человек питался этой энергией чтобы она не просто вытекала не просто затекала где-то накапливалась чтобы человек ее использовал почему так человеку обычному можно сказать там ты козел он будет всю жизнь помнить а эзотерику это мешает для него это помеха ему нужно сделать все для того чтобы он мог это все где-то сжигать на следующих ступенях я объясняю что такое ваджарный котел а это еще что такое ёшкин кот а ваджарный котел это некая энергия которая находится в груди у человека а что еще это такое вот смотрите согласно моей эзотерической темы не маргинальной традиции это чтобы одного из этих бородатых рыжих человеков успокоить я хочу сказать что я не принадлежу маргинальной не пред маргинальной никакой другой традиции я хочу сказать моя эзотерика единственная правильная я единственный человек который находится одновременно в обществе больших магов которые умеют влиять на людей и из этого общества единственный человек который имеет возможности желания помогать обычным людям почему не зря у меня есть даже духовное имя которое звучит как гуру ларгесер то есть гуру который обучает обычных птичек царь птичек а это обозначает что я создан для того чтобы помогать обычным людям для того чтобы обычные люди приходили к тому что можно влиять на этот мир а не быть бесконечно не не ходить бесконечно в заблуждение единственный человек кто объясняет и рассказывает как можно влиять и как можно строить себя так чтобы это имело еще технический элемент прививая философию прививая философию радости и создавая в человеке некие реакторы которые могут влиять на окружающий мир и конечно даю этот ваджарный котел в моей философии из-за того что являюсь человеком ясновидящим способным просматривать других людей способным просматривать ситуации других людей и так далее что доказала моё длительная работа с огромным количеством людей как вы заметили там есть огромное количество людей которым я давал там рекомендации там предсказывал судьбу этих людей на сегодняшний день просто сотни тысяч уже эти люди они существуют и могли бы доказать это написав комментарии там к видео вот напишите если я вам помогал и правильно предсказывал вашу судьбу напишите в комментариях видео когда закончится этот семинар что дуйко сказал мне то это вот это случилось таких же людей много там выйти не выйти там переедешь не переедешь нужно не нужно этих же людей огромное количество что вы молчите пусть знают что есть не обманщики вот такие а как у других людей вот ты будешь так делать и все произойдет люди делают делают ничего не происходит так вот я хочу сказать вам душа человека она у человека который не живет нормальной жизнью эзотерическая она постоянно проходит мимо него то есть душа ваша она все время то в прошлом то в будущем то в прошлом то в будущем то в прошлом то в будущем а когда человек устроим а душа для человека это элемент иерархии сознание общается с душой душа общается с богом и душа не любит тело именно поэтому когда тело становится механическим и желает только трахаться и жрать то душа начинает воспитывать тело и говорит ты рождена тело для того чтобы быть духовным существом и начинает уповать к сознанию осознание она может попросить у бога что-то у души но не у кого просить потому что душа все время летает и мечется потому что и неприятно жить в теле которая хочет только трахаться и жрать и тело которое только эмоционирует трахается и хочет жрать жрать и неудобно этой души она высокодуховная ей неприятно находиться и она попадая в тело наказывает заболеванием попадает в тело наказать и говорит о господи помоги когда вы обращаетесь лук то кто рядом с вами находятся да рядом с вами находятся демоны самые обычные демоны мертвого мира находятся черные существа вашей ненависти находятся существа вашей истерии вашего обвинения вашей обиды вашей жадности печали лжи и зависти вашей эгоизма вашего злости вашего желания бесконечного секса обжорства вот что находится рядом эти духи они находятся игры помоги мне господи и они начинают помогать после они считают что они для вас ваш бог если вам сказать кого-то уповаешь бога или будет тогда голодным вы скажете нет я уже захотел есть господь пусть подождет и будете объедаться и там как у некоторых мужчин господи господи какая-то женщина все нужно жену бросить ехать какой-то женщине а где же высокая духовность а где же знаменитое стенания тело а где же презирание негативных состояний где же духовная и рост где возможность быть не таким как все обычные люди пусть весь мир будет хитрым вы вне этого пусть весь мир обожрется иногда плоть свою сжимайте в крепкие организационные осознанные элементы иногда своим сознанием не допускайте к вашим этим слюням к вашим этим эгоистическим проявлениям важности там мастериям и так далее пусть сознание ваши воспитывает ваше тело воспитывает тогда душа будет тянуться к осознанному духовному сознанию и тогда обратившись однажды сюда в середине груди вы скажете господи пусть моей жизни все получится и все будет получаться как по мановению волшебной палочки а так вы обращаетесь и говорите пусть моим детям везет и после этого да что ж такое хочу есть да вы есть хотите все время 24 часа в сутки голод для вас неестественное состояние хотя после 45 лет для человека голод это спасение от тела и голод это помощь души и сознания на самом деле нет у нас голод это уже что-то страшное нет голод это от бога обжорство это от дьявола поэтому человек должен выбирать на каком он пути он на пути для он на пути за темные силы или на пути за светлые силы голод стенает ваше тело а когда в тело стенается то душа хочет находиться это духовности близко ладно неважно и мы строим некий ваджарный котел для того для чего это ловушка для того чтобы там остановилась душа в какой-то момент и открылась пожалуй обычных людей вот эти все слова не вызовут ничего за господи это он чепуху какую-то говорит все это не так хотите верьте хотите нет именно так это все устроено но тут еще сознанием вопрос осознанием вопрос вот какой дело в том что сознание но тоже работает как попало потому что там чувства какие попало потому что сейчас люблю сейчас не люблю нет не знаю общаться с одной женщиной женщина мне это говорит я так хочу отношений хороших мне так нужны отношения я рачу сама ребенка мне такой соотношений и тут же говорит хотя знаешь мне бы хотелось чтобы было путешествие мне вот самостоятельность хорошо чтобы путешествие было а так вообще если за кого-то замуж выйду то ему нужно варить кастрюль еды тогда я говорю послушай не нужно к отношениям относиться как работе отношения это не работа отношения это просто проживание совместной жизнью отношения это жизнь отношения это не работа когда начинают жить мужчина с женщиной они должны отношения семью воспринимать как условия одной жизни а жизнь вы скажите вы заставляете себя жить нет и вот жить совместно это тоже не заставлять это не работа к этому нельзя относиться как к работе к этому нужно относиться как жизни а если это работа то тогда вы не готовы к отношениям я должна варить ничего не должны хотите не варить и а кто же будет варить поговорите с ним скажите я не умею не могу не хочу пожалуйста варит для меня вы что-то шумеете и тогда эти отношения будут гармоничными а не только на сексе и не создал людей для того чтобы они хотели чтобы рядом были гнезда чтобы в гнездах были птички чтобы были самки и самки самцы и самки чтобы была эта любовь любовь она должна быть конечно же так бывает еще несправедливости то есть один любит другой терпит потом один терпит другой любит но это называется духовный рост в стенании души в стенании тела в стенании сознания формируется духовность человека ничего с этим сделать нельзя ну я осознание если у человека чувства не взяты как бы в клетку то тогда сознание живет как попало но сейчас эгоистично сейчас она все знает сейчас она не хочет это она хочет это она знает это не воспринимает и сознание становится таким как в клетке она становится железным становится твердым становится горячим и после того когда такое сознание становится как раскаленный шар мы используем метод управления своего сознания и когда это происходит на 6 7 ступени мы этим всем занимаемся и потом я рассказываю высоких сферах то есть есть фурек а есть в отжарный котел есть элементы где сгорают все эти эмоции есть управление сознанием человек потому что умеет и знает что такой сферы сознания управляет этим умеет выводить сферы сознания у него развивается сновидение умеет поднимать энергию кундалини после чего применяет философию общения с окружающим миром и становится самым настоящим магом который может влиять на свою судьбу на зарабатывание денег на здоровье хочет худеть худеет хочет молодеть молодеет хочет быть здоровым здоровье хочет влиять на людей влияет и после чего человек выбирает для себя что-то как долго нужно что-то практиковать когда вы закончили первую ступень по практиковали переходите ко второй когда закончили 7 можете не практиковать ничего выбирайте для себя коды которые как вообще нужно практиковать вот в отжарный котел я уверен что в отжарный котел человек не может его построить на протяжении одного года и сколько практиковать практики в отжарного котла ну я человек который давно занимается эзотерикой делал это на протяжении наверное четырех-пяти лет пока не почувствовал эту энергетику можно немного рассказывать но почувствовать невозможно а почувствовать то о чем говорится в мантре нам а он бурбус ват он бурбус вахат от савитур варень амбар годы васянки махидиона прочё даят условно-эзотерически это звучит так савитур это солнце пусть появится солнце в середине моей груди и это солнце будет очагом для тех людей которые находятся вокруг меня является моей семьей пусть тех людей которые меня любят греет это солнце и пусть сгорят от этих лучей все кто меня ненавидят и видите какая хорошая мантра условно можно сказать что читая эту мантру можно сделать так чтобы близкие вас обожали и чтобы если враги появлялись чтобы они в ваших лучах вашей добродетели сгорали вот такая полезная красивая чрезвычайно знаменитая не работающая мантра а почему не работающая она не может работать с человеком как бы человек не стремился почему потому что вокруг него находится зло и он сам является поклонником зла он поклоняется бесконечно истериям обвинениям обидам хитростям печалям лжи зависти амбициозности эгоизму злобе вредности обжорству бесконечным желанием алкоголизм наркомании и так далее люди находятся на уровне дающим это плохо плохо для человека или хорошо нет это хорошо потому что это все рано или поздно должно заставить человека духовно расти через заболевание происходит духовный рост так в случае если тело страдает и стенание тело увеличивается душа в какой-то момент входит и задерживается почему я хочу вам открыть секрет божественная душа в которой находится духовность ей противно находиться физическом теле в котором есть бесконечные желания есть желание спать желание еще что-то она связана с высшим духом она хочет доброты душевной она хочет радости жизненной а это ей к сожалению не дает никто поэтому появляющиеся болезни и конечно душа не любит тело потому что тело требует гормонами все время дай есть дай секса дай обижание дай зависть да еще что то ну и потом душа делает так чтобы воткнуть сказать как ты задолбал орган как ты задолбала муса как ты задолбала почему бог создал человека исключительно для формирования его духовного роста для формирования его адвайтичности для формирования его прекрасных черт радости жизнью происходящие так далее люди обычные как бы им это никто не рассказывал обычно добиться этого состояния не могут а если достигают то я не верю потому что я вижу обычно человека по-другому и глядя на человека могу сказать что нет этого не происходит какие основные практики необходимы человеку все что создано в школе кайлас все необходимы как практиковать вам необходимы деньги вы очень страдаете по поводу того что вы в нищете выберите для себя шум и коды мантры читайте одну две недели одни потом вторую неделю другие слушайте это работайте над тем чтобы деньги появились вашей жизни вас нет семьи скачайте семинар который называется там обретение семьи у вас есть дети с ними проблемы семинар который называется там общение с детьми и так далее занимайтесь по этому всему а со ступенями проходите первую до седьмой там хоть за год хоть за семь лет как хотите и практикуйте первую прошли по практиковали неделю две перешли ко второй по практиковали неделю две перешли к 3 помимо всего прочего если вы обычный человек у вас нет таких целеустремленностей стать магом хотя я бы рекомендовал это очень интересно быть необычным человеком быть необычным а чем отличается маг от обычного человека магом чрезвычайно ярко везет жизни знаете я обычно обращаю на это внимание чтобы я не сделал это будет продаваться чтобы я не сказал это хорошо воспринимается какая бы гадость не происходило это обязательно идет на пользу мне особенность такая я магией занимаюсь давно и при этом немного времени посвящаю там шумом кодом и так далее я больше работаю для своей школы я работаю для того чтобы учеников школы было энергия для того чтобы у них было везение читаю вот эту мантру пи и рерой рерой знает инды что это такое работаю для индов и так далее то есть я делаю все для того чтобы поддержать школу как цадик цадик поддерживает общину община поддерживает садика вот в общем то я в этом направлении собственные работы и между обычным человеком и магом есть 7 ступеней добрый день андрей андреевич подскажите о том как справиться с ленью как найти способы заработка же не дай водички мне а то я кашляю уже горло осипло дай мне водичкой со спиртом а там нормально такая есть у нас водичка за спортом водички дай мне за спортом есть там у нас не закончилась в желтой бутылочке это водичка со спиртом спирт водичкой говорит ну как говорится за двоюзарования там нет у нас огурчика продолжаем о том как справиться с ленью как найти способы заработка лень есть элементом на которые стоит обратить внимание когда есть лень и человек от нее страдает ждите неприятностей потому что когда жареный петух в попу укусит вас то вы начнете скакать если вы ленитесь это говорит о том что вы живете хорошо и вы попали в ловушку отсутствие потребностей наоборот скажите себе меня не удовлетворяет то что у меня есть я буду достигать большего тогда лень ваша исчезнет когда человек имеет лень он должен начать жить с мотивации ради кого-то человеком можно заставить жить ради детей из-за болезни или для какой-то социальной задачи соопасить человечество помочь людям построить страну ну а вы для себя выберите свою мотивацию как найти способы заработка тоже смешной вопрос как найти способы заработка знаете я когда-то в виннице очень давно хотел открыть ресторан и приехал и там рядом с метро рядом не метро рядом с вокзалом хорошее место такое и вот я договорился с начальником вокзала с начальником там при вокзальной площади и так далее и решил открытым ресторан мне для этого нужно было я помню по моему даже 70 или 80 тысяч долларов стоило помещение но еще столько же для того чтобы это все организовать и так далее ну и в центре прямо вокзальной площади женщина торговала в ведро ведре торговала пирожками ну и я решил узнать как вообще у нее пирожка пирожки продаются или нет ну увидел рядом с ней мужчину такого невысокого роста в кальсонах как говорят в одессе подошел я и говорю этой женщины здрасте здрасте вкусно купил два пирожка для приличия говорю надо же у вас такие вкусные пирожки она говорит да у нас только свежие пирожки они же по-украински там разговаривают но я как бы русскоязычно вещаю поэтому не буду переходить на украинский и говорю скоро закончится ваша лафа я знаю человека одного он собирается здесь открыть ресторан и говорю когда он откроет ресторан то у вас все закончится и этот мужчина стоит внимательно слушает и когда я начал идти он меня догнал и говорит послушай юноша хочешь я с тобой поговорю я говорю конечно мне интересно что вы хотите он говорит он такой одесский и говорит меня зовут вениамин сидорович ну допустим и говорит а угости меня чем-нибудь и мы там пошли где-то стали и там кушаем сели в ресторан кушаем я его довез к нему как раз центр надо было я его довез центра он его сзади ехал охранник на машине он мне говорит знаешь я тебе хочу дать совет если ты решил делать пирожки то это правильный выбор потому что когда начнешь ты печь пирожки то рядом становись в другом месте с ведром и будешь хорошо зарабатывать сынок и тебе хватит и твоей семье хватит всем хватит но если ты надумал открывать ресторан то не делай этого почему люди торопятся с вокзала они торопятся домой они торопятся на вокзал если они голодные то поверь мне они не пойдут на вокзал а если ты решил на вокзале открыть ресторан то влюбленный мужчина женщину влюбленную в ресторан на вокзале точно не поведет а в ресторане на вокзале будет находиться непонятно кто послушай сынок там где люди приезжают к своим семьям и там где уезжают к своим семьям ресторана хорошего никогда не получится поэтому вот так и вы знаете он был таки прав а чем же он был таки прав он был тем что не нужно открывать ресторан на вокзале а потом ресторана вокзале открыл кто-то другой как назло оказался моим знакомым полерай я у этого валили валерия спрашиваю валера ты счастлив что у тебя открылся ресторан на вокзале он говорит у меня никто не есть в этом ресторане я думал я открою ресторан туда будут люди ходить толпой я говорю но но раньше же, говорит, были рестораны, они и раньше плохо работали эти рестораны, не хотят люди, так обычно люди с собой бутерброды берут, а так в ресторан обычно заходят либо холостые мужчины, либо холостые женщины, либо женщины легкого поведения, либо фарцовщики, которые там общипывают кого-то, ну и там контингент обычно, знаете, такой внутренний бандитский контингент, который обычно кроме водки и бутерброда ничего не закусывает, это одни и те же люди, они обычно там, ну а если какие-то залетные, то они очень редкие гости, но этот ресторан, он уже никогда не будет рестораном предо-порте, там не может быть никогда хорошей кухни, ну и в общем-то не располагает это ни к чему, такие рестораны, ну и конечно же, если там в Одессе ресторан, то на вокзале контингент будет плохой, ну и так далее, такие рестораны обычно это нехорошее условие, хоть и большой трафик людей, так вот, к чему я это все говорю, когда человек сейчас хочет зарабатывать, этот человек должен быть первое, специалистом, второе, не думать сразу о большом, начинать с маленького, третье, если собираетесь чем-либо зарабатывать, то начните обучаться тому, как это делать, а чем зарабатывать, послушайте люди, все, что сейчас закрыто и не привозится из Китая в Россию, из Европы в Россию, из Украины в Россию, из России в Украину, это все можно делать, а это все, то есть, начиная от суперклея и валенок и заканчивая резиновой обувью и там чем угодно, это все завозится, то из Китая, то еще и это все можно делать, можно делать духи, можно делать резиновые перчатки, можно делать и здесь важно не только сделать или обучиться, стаканчики бумажные, властмассовые, какие-либо еще, здесь очень важно, многие начинают делать, но не у всех получается продавать, здесь очень важно рассматривать вопросы продажи, а для этого необходимо понимать, что есть элемент воронки, ну давайте я вас не буду этому обучать, договорились, потому что у меня как бы не обучающий семинар, а в общем-то развивающий, есть очень хорошие такие сайты, называется, как сделать бизнес в гараже, и там очень много интересных идей, есть блоги, которые ведутся, даже блог вести, там на блоге, у которого есть там 80 тысяч человек, каждый месяц можно зарабатывать от полутора тысяч долларов, если каждую неделю три раза выкладывать новое видео, все, это очень хороший бизнес, прибыльный, правда, не обманываю, главное, чтобы видео были такие, чтобы много людей хотело смотреть, как искупить проклятие, которые прокляли свои предки, свой же род, для этого вам необходимо пройти, либо четвертую ступень, либо семинар, который называется, семинар от проклятий и зла, я там даю все методы, как искупить проклятие, которые прокляли свои предки, своего же рода, обещаю вам после этого, эй, все закончится, Наталья Титова, здравствуйте, хотелось больше узнать, как увеличить поток клиентов, когда работаешь дома, занимаюсь телесными практиками, конкурентов много, курортный город и цена не снижает, а я не хочу снижать, для этого вам необходимо сделать воронку блог, где вы будете вести ютуб-канал, который будет называться, допустим, там, Nile Design SN2K, классное название, Nile Design 9 Decision SN2K, и там, где вы будете показывать, там, взяли девочку за руки, завели, после этого она сидит, вы ей там обмыли, правильно там кутикулы помазали чем-нибудь, чем что-то особенное там, и после этого сделали такой красивый ноготь, и говорите, вот некрасивый, если он завернут вниз, а если ровно, это говорит, что мастер хороший, а видите, а как ровно делаю, вот девочки, обращайтесь ко мне, и люди распространяйте в группе, которая называется SN2K, что можно посмотреть в SN2K, последние новости и так далее, и там говорите, перейдите на мою группу, у меня новое видео, а группа ваша. Ольга Васильевна, это, YouTube будет вашей воронкой, а группа будет привлекать дополнительно людей в воронку, а воронка будет привлекать вам людей к вам уже в ваш бизнес. Мне было бы очень интересной и полезной информацией по поводу обучения в школе, есть ли способ или метод ускорения процесса обучения, понимаешь, что это, наверное, очень дивидуально, но все же, я не знаю, я ее насколько мог короче сделал, и знаете, я хочу в этом году провести седьмую ступень, а после этого провести еще восьмую, потому что я понимаю, что нужно чуть-чуть больше для того, чтобы добиться тех результатов, которые можно добиться. Я, к сожалению, о сожалениях своих я рассказывать не буду. Ольга Рудая, подскажите, можно ли сейчас покупать земельные участки недалеко от города, как вложение, только началось нарезку участкового, пока недорого. Да, но в вашем случае нет, почему-то я просматриваю вас, могу сказать, что тот, кто вас, вам собирается продать, обманет вас, поэтому аккуратнее пробуйте через других людей. Андрей Андреевич, здравствуйте, а можно рассказать, как из всего, что нам даете что-то работать, как правильно выбрать. Я столкнулась с тем, что, практикуя мантры, коды заклинания шума, они очень эффективно работают с окружением, с которыми работаю. У меня результат не такой успешный, как у них. Почему это происходит? Это происходит потому, что вы не живете своей жизнью и не используете философию школы. И здесь очень важны как раз вот эти элементы истерика, обвинения, обида, хитрость, печаль, ложь, зависть, амбициозность, отношения в семье, там, обидчивость, там, вот я не буду с тобой разговаривать. Вы думаете, это не сказывается ни на кого? Нет, это очень важно. В спокойном состоянии очень важно работать, начинать так, чтобы не быть какашкой. Знаете, быть какашкой – это плохо, знаете, быть какашкой – это для эзотерика просто дно. Поэтому, если человек сам по себе какашкой начинает действовать или практиковать эзотерику высокодуховную, то тогда на более высокодуховных людей действует хорошо, а на какашек действует плохо. Вот. Поэтому меньше злости. Обычно человек говорит, мне хуже и хуже, мне хуже и хуже. А я говорю, нет, ты просто злее и злее становишься. Раньше ты мог сдержаться, а теперь ты злословишь, нудишь, вредничаешь, там, перебиваешь и так далее. Мне хуже и хуже? Нет, ты просто неряшливый, злобный, просто там на кого-то обижайся. Утром плохое настроение, вечером плохое настроение, ночью плохое настроение, днем. Потом претензии, внутренние претензии. После этого человек злится, 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 злится. Потом начинает читать мантры, а рядом находится муж. Он ленивый, ничего не хочет такой, но он добрый, там, почухал себе бедро. И после этого у него получается, вы говорите, надо же, этот коллега, вот этот дебил, у него все получается, а у меня ничего. Конечно, ничего не получится, потому что это духовная школа, школа духовного развития. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Как узнать, как рождается душа и сколько раз она может перевоплощаться? Она может перевоплощаться бесконечное количество. Поэтому живите, и в следующей жизни вновь живите, и в следующей жизни вновь живите, и так до бесконечности. Как наконец-то сдать экзамен в автошколе? Препятствует и организует обстоятельства, чтобы не сдал. Ну и деньги тоже тянут. Очередной экзамен. Приходите, наслюнявливаете бумажечку. И перед тем, как один человек вас встречает, говорите, «Ой, это от меня вам презент! Это так, чтобы все хорошо! Это вам!» И человеку даете открыточку, а там бумажечка. И так все довольны, и всем хорошо. Все, уже Песок скоро начнется, меня прорывает, видите. И после этого говорите, «Ой, это что вы будете у меня принимать экзамен? Да вы начальник! Так вот, я хочу вам дать сегодня вот эту красивую открыточку. Мне сказала моя мама, что надо вам такую открыточку дать. Сказала, без открыточки будет, как в прошлый раз. Возьмите уже!» И они тихонечко берут открыточку и говорят, «Нет, не нужно!» Говорят, «Ну вы что? Обидите мою маму! Ей 90 лет, у нее сердце слабое. Зачем оно вам надо? А маме приятно. Она, может быть, всю жизнь копила и хотела, чтобы я ездила на машине. А вы тут столько препятствий, столько препятствий. Что ж, сколько ж можно? Давайте уже как-то решать». И все, и все решается. Побольше, побольше простоты, знаете. Вы их боитесь, а не вас. А так, а я вас прошу. Не, ну не нужно на одесском жаргоне. Приходите, говорите, моя мама старая. Она собирала очень долго и так хочет, чтобы ее возила. Ножки ее плохо ходят. А я хотела бы, чтобы ей было приятно. И вот, а мама вам передала вот это. Я даже не знаю, что там я не открывал. А вы откройте, и маме моей скажите таки спасибо через мои хорошие отметки. Елена Тупикова. Надеюсь, я никого не обидел. Можно ли дочке родить сейчас? Можно. Андрей Андреевич, вы ко мне приходили в сон. Что это значит? Я хочу вам сказать. Уважаемые мои друзья, любимые мои друзья, помните. У меня есть моя жена. Я ее очень люблю. Она мне нравится. Я ее люблю и во сне, и наяву. Я не хочу приходить никому. Никому, ни по каким вопросам. Если я прихожу, знайте. Это говорит о том, что вы просто пересмотрели мое видео. Но я не прихожу к вам. Я люблю свою жену только. Во сне и наяву. Если это я был в облике своем, знайте, это был не я. Это просто был какой-то там другой дуйко. Похожий на меня. Но не я. Здесь живешь с мыслью, что делал так много, что не успеваешь. А делать нужно еще больше. Чувствуешь себя белкой в колесе, как выйти из ситуации. Нужно сделать так, как я обычно делаю. Выключаю телефон, ложу. Ложусь и вылеживаюсь. Почему? Нужно уметь отдыхать. Белка в колесе тоже должна отдыхать. Если белка все время в колесе, она умирает. Расскажите, пожалуйста, ритуал с розой для беременных. Берете розу чистую, в нее засыпаете рис. Сверху розочку резиночкой заматываете в мешочек и ложите под подушку. И спите на этой розе. Перед тем, как родить, розу развязываете и говорите, теперь я рожу. На одесском жаргоне самый цинус. Ой, вей, да. Ученица трех обновленных ступеней. Пожалуйста, стоит ли рассматривать среднему сыну военный университет такими технологиями для поступления или только гражданские вузы? Стоит. Дальше. Что же вы там мне пишете на фейсбуке в группе? Как правильно подбирать мантры, чек-коды, заклинания, чтобы не было перегруза во времени практик? Практикую с радостью, все нравится, но много времени идет 3-4 часа. Поделите это все напополам. Будет 2 часа. Поделите еще, будет час. Практикуйте неделю 1 час, вторую неделю 2 часть программы, третью неделю, третью часть программы, четвертую неделю, четвертую. Так получается, пройдете все программы каждый день по часу. Нет необходимости по 4 часа заниматься. Будет истощение психической энергии. Может быть хуже, а не лучше. Можно ли читать наукам заклинания нормализации сна? Да, устроение неврозом. И вопрос, вступила в РТФ, просматривала заседание, начали приходить много кодов. Я стараюсь записывать, там практиковать правильно поступаю. Простите за плохое русский. Вот так, да, можете писать на других языках, есть гугл-переводчик. Я надеюсь, что меня поймете. Добрый день, уважаемый учитель. А добрый день. В настоящее время я практикую первую обновленную ступень. Утром коды на преодоление негатива, а вечером коды на привлечение. Но каждое утро сталкиваюсь, засыпаю. Это хорошо. И когда я не могу читать коды? Правильно. Когда засыпаете, ложитесь и спите. Так восстанавливается разорванное энергетическое тело. Пожалуйста, от всего сердца можете ли вы дать нам, всем, кому угодно, трудно просыпаться утром, коды или заклинания, чтобы читать, например, вечером, а утром проснуться в нужное для нас время практиковать? Надо лечить печень. Если человек просыпается утром с трудом, то у него больная печень. Если он просыпается рано и резко, то тогда у него больные почки, он хочет в туалет. Итак, для того, чтобы просыпаться хорошо утром, пропейте препараты для печени. Это гепокс моей компании, это тантал, гипофит, битулин. И будете просыпаться, если печень здоровая, человек спит ровно 6,5 часов, если он после 40 лет. Если до 40, 7,5-8 часов. Поэтому, если вы до 40 будете спать 8 часов и просыпаться отдохнувшими, если вы после 40, то будете просыпаться через 6-7 часов. Обычно в 56 часов человек уже спит, ему это достаточно. Но если полечить печень, то сон нормализуется и сон полноценный у человека должен быть не менее 7 часов. Надежда Купина. Спасибо за все, что вы делаете. Если можно, то о связи с Богом. Сегодня рассказал. Можно ли одновременно использовать две практики? Да. Например, читаешь код богатства и представляешь себя картинкой счастливой жизни. Или магия счастья? Нет. Как развивать радость в себе и передерживать ее каждый час в сложных жизненных ситуациях? Говорить, в случае, если плохо, я не при чем? А когда видите что-то хорошее, говорите, я это вижу, мне это нравится. Добрый день. Всегда сможете найти интересные темы, потому что более тонко чувствуете. Спасибо. Добрый день. Очень хотелось бы узнать, как эзотерически может повлиять на человека процедура банкротства. По обстоятельствам, все, что не забирают, всегда говорите, этим я откупаюсь от нищеты, бедности, плохой жизни. Теперь меня ждет только счастье. Поэтому на плохом уровне банкротство или любое отобрание имущества, это хорошо, а не плохо. Значит, вы рассчитали за долги. Говорите, пусть у меня это заберут вместе с моими неприятностями, несчастья, плохой жизнью. Я открыта к тому, чтобы в мою жизнь вошли богатства, здоровая жизнь, любимый мужчина и прочее. Спасибо вам за школу, за все, что вы делитесь. Любая тема супер, он хотелось бы услышать. Эзотерический воспитание детей, семинар воспитания детей. Он эзотерический, великолепный, рекомендую. Длится он почти три часа. Рекомендую, покупайте на моем сайте duiko.guru. Почему практики коды заклинания могут работать в обратную сторону, сегодня объяснил. Расскажите служение людям, каким способом мы можем помочь нашей школе народу индов. Единственное, чем мы можем помочь нашей школе народу индов, нажать на кнопку поблагодарить дуйко. Пока это единственная ваша возможность. Если такой возможности нет, читайте коды для денег, чтобы такая возможность появилась. Расскажите, пожалуйста, все-таки правильно слушать шумы в наушниках или без них раньше? Вы говорили, что в наушниках лучше. Лучше, я изучал эту тему, она работает по принципу... Какая разница? Шумы лучше работают, если человек через глаза шумы работают. И они работают, как бы облучая все тело. Это важно. И, конечно, без наушников облучить все тело легче, чем в наушниках. В наушниках звук тихий, а звук громкий, чем громче звук, тем он мощнее работает с телом. С открытыми глазами нужно лежать. Вот так, взяли телефон и просто слушайте, чтобы он терликал в этом телефоне. Так лучше, чем в наушниках громко. Андрей Андреевич. Ночью приходит много чисел, 5-8 цифр. Я все записываю. Последний раз сказал голос мужчины, генетический код человека, показал цифры. Так хочется прийти к пониманию всего. Как поступить? Понятия не имею. Я ничего об этом не знаю. Сказать вам, к сожалению, ничего не могу. Существует ли информационный цифровой код человека? Я могу сказать, что да. Но это не 8 цифр. Можете быть уверены. Это огромное количество цифр. Хорошо, пропоную тему, как напедаватый себя паницей печат пандемии, та изотермичного, берехты свет хворобы. Даю вам ответ, уважаемая Людмила Белоус. Проходите обязательно мою первую ступень. Там все об этом есть. Также могу порекомендовать мой семинар, вебинар, который называется «Что делать во время кризиса? Как не поддаваться панике?» Который выложен на моем официальном канале, который сейчас называется «Андрей Дуйко». Переходите на него, там все об этом есть. Ну что, я надеюсь, вам понравился сегодняшний вебинар. Он получился таким удивительным. Вопросы сегодня были интересные. К сожалению, не на все вопросы я ответил. Ну и блиц-ответы. Старшей дочери на грани развода. Двое внуков. Дочь говорит, что посмотрела на мужа глазами невлюбленной женщины. Поняла, что они разные. Вместе прожили 16 лет. Можно сохранить семью? Даже не переживайте, будут жить вместе. Не переживать. Подскажите, пожалуйста, как эзотеристки можно вылечить болезнь под названием рожа у бабушки? Натрите мелом красную ткань, обвержите ногу, делайте это утром, пока нет росы. Если у вас есть роса, выйдите, соберите вечером, перед сном, намажьте росой вот такую рожу. Таким образом уберется. Добрый вечер. Веду бизнес МЛМ, как эзотеристки привлекать партнеров, клиентов. Не отвечаю и не развиваю чужие МЛМ структуры. Андрей Андреевич, как вы относитесь к лечению Кашпировского? С Анатолием Михайловичем персонально, лично знаком, является моим другом на протяжении многих лет. Общаемся стабильно, постоянно, считаю его идеи революционными. Могу сказать, что Кашпировского считаю самым лучшим врачом на земле, потому что этот человек в отличие от всех остальных врачей, которые могут вылечить за всю жизнь не больше там 50 тысяч человек, вылечил уже на сегодняшний день несколько миллионов человек. Доказательства этого целительства были и на мне, и с моей матерью, с моими знакомыми, со знакомыми знакомых. Отрицать это глупо и безнравственно. Могу сказать, что этот человек по праву является человеком, которому можно поставить памятник за исцеление огромного количества людей. Могу сказать, что очень неправдивая информация была. Вместо того, чтобы клевать и уничтожать Кашпировского, нужно было поставить этому человеку памятник, потому что в тяжелые времена Советского Союза и постсоветского Союза этот человек действительно смог помочь огромному количеству людей. Это насколько нужно любить людей, чтобы спустя годы, чтобы спустя вот этот вот мрак, чтобы его обвинили даже в развале Советского Союза, чтобы спустя годы, спустя вот этот мрак, грязи, который лился на него со всех сторон, спустя просто огромное количество ненависти, которое почему-то публиковалось, человек помогал, человек во многом помогал бесплатно, человек во многом помогал всячески этим людям, и много сил этому посвятил, человек, оставшийся без денег фактически, человек, который вот эту всю грязь, я представляю, как он начал ненавидеть людей, но при этом этот человек с невероятно сильной харизмой, с невероятно сильным сердцем не сдался и все равно вещает, и все равно будучи уже очень взрослым, и будучи человеком, который все равно желает помогать людям, все равно несет свой крест, уважение, низкий поклон и долгих лет жизни уважаемому Анатолию Михайловичу, я поклонник его деятельности, я понимаю, как работает его система, хотя вероятнее всего он сам не до конца понимает, я знаю, как работает его система и понимаю, как это все работает, знаю, почему помогает, знаю, что есть в нем такого, что помогает, это не гипнотические сессии, это сессии, которые ближе, скорее всего, к Райху, то есть это ближе всего к вот этому гиброозону, которым писал в своих книгах Райх, я думаю, что это как раз продолжение данной системы, ну и могу сказать, что подлость, конечно, людей, которые должны были бы защищать, они должны были бы стоять за, люди такое, такие обычные люди, знаете, люди обычные, они, вот сказали им, это плохо, даже если им помогло, они будут верить, что плохо, да, сто раз помогло, скажут, да, вас загипнотизировали, но помогло же, да, но люди же все говорят, что он зло, он развалил союз, он на людях там зарабатывал деньги, он негодяй, все, все поверили, но то, что он помогал огромному количеству людей, куда это делось, каждый бы из этих миллионов, сейчас отправили бы ему по одному доллару, и он бы решил все свои вопросы, он же такой человек взрослый, ему нужно жить, есть, у него семья и так далее, так растоптать человека, причем того человека, который, ну во многом, много сделал хорошего, считаю это позор для людей, у мужа хотим родить дочку, получится, да, спасибо за целеустремленный труд, пожалуйста, скажите, можно ли сжигать на свече сразу две проблемы, нет, только одну, а через несколько часов другую, только так, да, семинар важный, содержательный, спасибо, ну что, я на этом заканчиваю наш семинар, друзья, мои, обязательно перейдите на мой YouTube канал, и обязательно подпишитесь, друзья мои, обязательно оставьте комментарий, после публикации данного видео, друзья мои, обязательно, обязательно поставьте, значок нравится, дело в том, что, несколько слов о том, как удаляли мой канал, мой канал удалили, это канал был официальный, там на нем было, 415 тысяч человек, как я к этому отношусь, я сказал, это не важно, и теперь новый канал, заливаю туда, стул, всю старую информацию, которая была на моем прошлом канале, и, конечно же, считаю, что ничего страшного не произошло, все люди, которые меня знают, и которые являются приверженцами моей деятельности, они точно так же придут на мой канал, и будут, почему, потому что нас много, потому что мы связаны одной целью, одной задачей, и так далее, мы друг друга поддерживаем, конечно же, для того, чтобы развитие канала было еще лучше, я, конечно же, апгрейдю этот канал, сделаю его более удобным, более целенаправленным, более эзотерическим, более, таким, дуйковским, поубираю лишнюю, ненужную информацию, и вы знаете, я даже внутри или внутренне рад тому, что вот пришлось этот канал апгрейдить, это дало возможность, как бы, посмотреть на все видео с позиции современной эзотерики уже, или с позиции современной нетрадиционной медицине, понять, что еще нужно, что еще хотят люди, и так далее, подчистить этот канал, ну и, конечно же, я рад, что это произошло, это даст нам все вместе новый виток, и даст нам новое желание, пересмотреть старые видео, и да и новые видео, и так далее, поэтому спасибо вам, что вы поддерживаете, не забывайте это делать, не забывайте быть моими подписчиками, смотреть видео, на данном канале выложено огромное количество шумов, мантр, шанкара-тантра там выложено, также сейчас я заливаю и выкладываю огромное количество прошлых лет вебинаров за прошлый год, позапрошлый, микроинформационных таких дайджестов, там о ступенях, и там о шумах, традиционной, нетрадиционной медицины, лечения методами целительства и прочее, прочее, одним словом, море всевозможной, простите, разнообразной информации, посвященной эзотерике, ну что, еще раз, до свидания, с вами был Андрей Дырко. Субтитры создавал DimaTorzok